Мы в Планетарии зашли в лабораторию занимательных опытов. Вот так вот здесь выглядит обстановка. А внизу зал звёздный. Свечение азота в электромагнитном поле. Ну кто там маленький не видит? Проходи, кто там маленький. Вот, смотрите. Ты видишь фиолетовую? Всё, всё видели. Здесь всё это газы, да? Из газа что состоит в космосе? Планеты. Планеты некоторые. А что ещё? Звёзды. Идём смотреть модель чёрной дыры. Получили туман. Ну так сразу скажу, кто не верит, это модель тумана охлаждения. Добрый, они разные. Делаем ветер. Делаем молнию. А кто знает, сзади всем становится. Ого. Давайте ещё раз. Смотритесь. Ого. Видели все, да? Да. Я видел настоящую молнию. Не такую, как же шалонка, а настоящую. Это настоящая. Сейчас мы звуком ударим по камертону, и он начнёт вибрировать. Да. Посмотрите, когда он начинает вибрировать, он начинает толкать шарик. Шарик? Шарик движется, потому что его толкает камертон. А камертон вибрировать, потому что его толкает звук. Это явление называется резонанс. Сейчас будем делать явление преломления. Вот она. Двух сторон. Разводим двояка. Другая линза. Другая линза. Посмотрите, все увидели? Да. Да? Нет. Линза. А сейчас мы другую линзу поставим. Смотрите, кучи пересеклись и разошлись дальше. А мы опять перемычки сделаем. О, мой джор. Водя преломляется куча. Мы его не хотим. Мы его видим походим. Вот так. Мы посмотрим маятник кукол. Маятник кукол придумал. Как это можно догадаться из названия? Кукол это фамилия. Придумал жанр для названия кукол. Вот он у вас здесь на фотографии. Все увидели, да? Маятник наглядно показывает вращение земли. Поскольку кукол это первый публичный инструмент провел в 1851 году, не нужно думать, что в 1851 году, конечно, никто не сомневался в том, что земля вообще вращается. Но этот эксперимент нагляден. Самое главное, что обнаружил кукол, что два движения, вращение и качание одного и того же тела, независимо друг от друга. Давайте я сейчас отклоню. Давайте я буду вам рассказывать. То есть земля наша вращается вместе с подвесом. А мы сейчас отклоним маятник, и он будет качаться. Он будет вращаться вместе с землей и одновременно качаться. А мы сейчас все движемся в эту сторону. Рано. Рано. Давайте еще раз. Не годится. А потому что бывает минут 10 он качается. Я решила ввесить, но это было опрометично. Давайте еще раз. Итак, маятник качается на подвесе, а мы сейчас с вами все вместе с этим зданием, с вами вот этим диском и вот этой деревянной ладьей все движемся в эту сторону, в плоскости качания маятника. И когда мы все вместе доедем, это мы доедем, доедем до плоскости качания маятника, он должен сбить эту ладьбу. Поехали. Мы сейчас вращаемся. И смотрим, что происходит. Первый публичный эксперимент, как я сказала, показалось, что в Парижском пультеоне он там перед вами, в Трещенке в 851 году. Собралось очень много народу. Длина нити этого маятника в нашем 8 метров, а в Парижском пультеоне 67 метров. Поздравляем, это 331 год. Ну что-то такое. Парижный, но все-таки. Вот такой огромный дом и такой огромный маятин. Некоторые люди говорили, что им кажется, как будто земля движется прямо у них под ногами. Кто-то падал в оборог. В оборог не упадем? Нет. Нет, ну молодцы, вы крепкие. Что там в косе это, французы? Правда? В оборог попадали, бальзу купили. Ну, подъезжает. Видите, первый раз я сделала слишком близко, отодвинула немножко. Теперь он будет... Теперь мы будем долго ехать. Слишком далеко? Ну, переделывать не буду, иначе не чистый эксперимент. Правда? Подъезжает? Вот девочкам должно быть видно. Лучше всего. Да, мама. Да, мама подъезжает. Да. Все видите, что-то меняется. Я не вижу ничего. Я там была. Надо внимательно смотреть. Я внимательно смотреть. Я там была. Ну, что ж, это был последний наш эксперимент.